Жизнь человека, который попал в дорожно-транспортное происшествие или в другую чрезвычайную ситуацию, во многом зависит от мер, которые медики принимают в первые часы. Противошоковая палата приемного отделения для экстренных больных, куда скорые реанимационные бригады привозят пострадавших, скорее напоминает пункт управления космическим кораблем из будущего. Современная медицинская техника позволяет восстановить и сохранить жизненные функции, сделать первичную диагностику органов, а в случае необходимости провести экстренную операцию. К примеру, вот такой аппарат «Инфозмат» может без вмешательства медиков в полном автоматическом режиме делать внутривенные инъекции, причем дозировка до сотых миллиграмма. А совсем недавно здесь появилось еще одно чудо медтехники. Аппарат искусственной вентиляции лёгких, то есть он предназначен только для вентиляции пациентов, не применяется для проведения ингаляционных наркозов. То есть это исключительно реанимационный аппарат, которые тоже очень важны в нашей работе, и они постоянно готовы к работе в любое время дня и суток. Они постоянно включены у нас для того, чтобы, особенно это касается пациентов тяжелых, которых могут привозить в реанимационный зал, они постоянно в работе, постоянно могут оказать помощь. Для пациентов, у которых нет угрозы для жизни, но которым нужно срочное медицинское обследование, в отделении травматологии приобретен современный аппарат рентгена. Он также соответствует всем мировым стандартам. Съемка происходит в считанные секунды, а менее чем через минуту у специалиста есть вся информация, которая касается травмы больного. «Вот так, да. Все. Не шевелитесь». Но, пожалуй, самым важным в работе медиков является выявление заболеваний на ранних этапах. Аппарат УЗИ позволяет контролировать состояние внутренних органов больного и получать объективную информацию в настоящем времени. А вот компьютерная томография – выявить очаги воспаления в любом отделе организма, в том числе и в головном мозге. На аппарате проводятся все виды исследования всего организма, то есть от головы заканчивая нижних конечностей. То есть это и травмы, и специализированные методы исследования с контрастированием, то есть вводится контраст, смотрятся органы малого таза, брюшная полость, головной мозг, определяются патологии, связанные с онкологией, выявляются на ранних стадиях онкология. Также современное оборудование установлено и в родильном доме. Руководство городской больницы регулярно обновляет техническое оснащение. Это позволяет сделать медицинскую помощь для жителей и гостей города качественной, быстрой и доступной. Можно архитеризовать укомплектованность больницы оборудованием как хорошую, даже не удовлетворительную, как принято говорить, а именно хорошую. Оборудование в достаточном количестве, достаточно специалистов, которые умеют работать на этом оборудовании. Мы регулярно повышаем квалификацию наших докторов на базе первой кровой больницы, второй кровой больницы. Вместе с онкологическим центром Краснодара и Новороссийска проводим обучение докторов первичного звена по диагностике, выявлением раннему онкологических заболеваний. Не стоим на месте. Учеба докторов не прекращается ни на минуту. Каждый день кто-то в формате видеоконференции, либо очно присутствует на конференциях с участием московских специалистов, наших краевых специалистов. Ну и это, по словам главного врача, еще не все. Сейчас городская больница ожидает эндовидеохирургический комплекс для хирургического корпуса, бронхоскоп и гастроскоп. Все новое оборудование запустят в эксплуатацию уже к началу курортного сезона. Руслан Душевский. Анапа. Регион.